Пройдем по следам Хюррем от невольничного рынка до госпожи, увидим вещи Хюррем и Сулеймана, посуду и мебель тех времен и попробуем представить ее жизнь, изначально Хюррем попала на невольничий рынок, где позже она построила мечеть и благотворительный фонд, во дворце Тапкапа ее привезли в гарем, гарем же состоял из нескольких корпусов, не стоит думать, что всех девушек селили в одни большие покои, где они вели праздную жизнь, была иерархия. В третьем дворе находится Ворота Блаженства, которые получили свое название не случайно, за ними левее помещение Гарема, особый комплекс зданий со стороны Золотого Рога. Эта часть дворца, формировавшаяся на протяжении четырех столетий, с 15 по 19 век, состоит примерно из 300 комнат и двориков, 9 бань, нескольких мечетей, больницы, прачечные и других строений, стража, которая размещалась у входа в помещение Гарема, служила не для того, чтобы никто из высокородных обитателей дворца не покинул его, а чтобы посторонний без разрешения не нарушил их покой, выехать из Гарема его обитательницам при желании как раз было нетрудно. Но это следовало делать в закрытом экипаже, о чем говорят и кареты султанских жен, для пребывания Гаремной охраны, Черных Евнухов, было отведено прохладное помещение, которое раньше, видимо, сверху являлось открытым, оно носит название вестибюль с фонтаном, чтобы попасть в помещение Гарема. Посетителям нужно пройти через открытый двор Черных Евнухов, куда султан мог въезжать верхом на коне, далее представлены экспонаты защиты коня и парадного шлема. Первое место в Гареме всегда по праву занимала мать султана, носившая титул Валиди султан. Следом за нею в иерархии обитателей Гарема находились дети султана, сыновья-наследники, шахзади, дочери и сестры. Ханам султан, только затем следовали четыре жены, Кадын и Фенди, которые не считались полноправными членами династии, многочисленные невольницы делились на Кадын, госпожа, Игбал, фаворитка, Гезде, отмеченная или попавшаяся на глаза, Калфа, старая опытная служанка, заведовавшая хозяйством, и Адалык, обычная служанка, в соответствии с рангом распределялись покои. Из двора фавориток идет так называемый Алтын-Йол, Золотой путь. Поспользовавшись им, можно, минуя запутанные лабиринты Гарема, пройти обратно во двор Черных Евнухов. Именно по нему когда-то прошла Хюрием и нашла свой путь. Старейший и самый длинный коридор дворца получил свое название не от пышной отделки, а от обычая, согласно которому султан, выходя из покоев, в дни торжественных церемоний разбрасывал здесь золотые монеты. Немного об экспонатах, оставшихся после Великой династии. Трон Мурада Третьего. Внука султана Сулеймана. Имея на нем восседал Мурад. Далее трон Ахмеда из второй части Акьюсим Султан. Поэмерно в такой колыбели Хюрием и Кюсим убаюкивали своих шахзади. Еще один экземпляр кувшин из которого возможно пила Хюрием. Далее представлен парадный кофтан. Совсем не похож на наряд Сулеймана из сериала. Вот в таких кофтанах ходили шахзади. Вот в этом зале проходило обрезание шахзади Мехмета, Боязида, Джихангира, Селима. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok